Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English, меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами изучаем английскую грамматику уровня intermediate, то есть среднего уровня английского языка, который также может называться B1, B2. То есть это средний уровень английского языка, это, в общем-то, всё основное, что использует среднестатистический человек, носитель английского языка. Мы с вами работаем над юнитом под номером 105 и говорим о сравнительной степени прилагательных. На английском она называется comparative adjectives, то есть сравнительные прилагательные, если переводить дословно. Что значит сравнительные прилагательные? В самом названии, конечно, кроется ответ. Если вы что-то сравниваете, причём сравниваете две какие-то альтернативы, то вы говорите, что эта машина, например, хуже, чем другая, а другая машина лучше, чем первая. Вот когда у вас такая ситуация, нужно сравнить два объекта или две группы объектов и сказать, что что-то одно отличается по какому-то признаку от другого, то вы используете в русском и в английском языке сравнительную степень прилагательных. По-английски compare – это сравнивать, соответственно, comparative – это сравнительный. Давайте сначала посмотрим на примеры. How shall we travel? Shall we drive or go by train? Ну что, как будем путешествовать? Поедем на машине или на поезде? Let's drive. It's cheaper. Don't go by train. It's more expensive. Давай поедем на машине. Это дешевле. Давай не будем ехать на поезде. Он дороже или более дорогой. Мы видим здесь слова cheaper и more expensive, которые являются примерами сравнительной степени прилагательных. В первом случае для того, чтобы дать прилагательное в сравнительной степени, мы использовали суффикс er – слово cheap превратилось в его вариант cheap. Во втором примере мы со словом expensive ничего не делали. Мы лишь использовали дополнительное слово more, и вся связка more expensive стала переводиться в русском языке одним словом – дороже. Хотя можно переводить и двумя – более дорогой. Также, друзья мои, очень часто, когда мы сравниваем две альтернативы, мы используем в нашей конструкции в предложении слово then, которое в русском языке соответствует слову чем. Например, it's cheaper to drive than go by train. Дешевле ехать на машине, чем ехать на поезде. Чем – это then в английском языке. Заметьте, здесь используется в написании буква a, а не буква i. Если вы напишите then с буквой i, это будет совсем другое слово, но эту ошибку очень часто делают. Going by train is more expensive than driving. Поездка на поезде более дорогая, чем поездка на машине. More expensive than – более дорогой чем. Или можно было перевести по-другому. Поездка на поезде дороже, чем поездка на машине. То есть в русском языке у нас есть варианты, мы можем переводить по-разному. Так же, кстати, бывает в английском языке. Иногда для одного и того же слова используются сразу два возможных варианта образования сравнительной степени. Можно использовать суффикс er, можно использовать слово more. Теперь давайте же всё-таки разберёмся в самом базовом правиле, что же нужно сделать, чтобы прилагательно поставить сравнительную степень. Если у нас коротенькое слово, друзья мои, маленькое, которое имеет один слог, то с ним всё очень просто. Добавляйте суффикс er в конце, и вы получаете сравнительную степень. Например, cheap – cheaper. Дешёвый – дешевле. Large – larger. Большой – больше. В английском языке слово large, хотя имеет две гласные, но вторая – и она немая, поэтому она, можно сказать, слога не образовывает. В отличие от русского языка, где у нас сколько гласных, столько и слогов. Если вы слышите, что в слове один слог large, то это односложное слово. Значит, с ним мы будем использовать суффикс er – larger. Fast – faster. Быстрый – быстрее. Thin – thinner. Худой – более худой. Но также, друзья мои, иногда с двухсложными прилагательными также может использоваться суффикс er. Это касается обычно прилагательных, которые заканчиваются на y. Например, lucky – luckier. Везучий – более везучий. Easy – easier. Лёгкий – более лёгкий. Early – earlier. Ранний – более ранний. Pretty – prettier – красивый, более красивый. Значит, на что ещё стоит обратить внимание? Во-первых, если у нас наше односложное прилагательное, то есть в котором действительно при написании только одногласное, и после неё только одна согласное, то мы эту последнюю согласную будем удваивать на письме, как, например, произошло в слове thin. Thin – thin. Вы видите, что у нас две n при написании чисто за счёт того, что здесь появился суффикс. В этом слове одна гласная, после неё одна согласная. Если у нас слово заканчивается на немое и, то это и у нас не дублируется при добавлении суффикса. Видите, мы пишем larger, мы не пишем здесь две и подряд. То есть одной и уже достаточно. Также, если у нас прилагательное двусложное заканчивается на y, друзья мои, происходит чередование y, меняется на i, lucky, luckier. И, в принципе, все эти ситуации мы с вами уже встречали, когда мы добавляли, например, окончание s в английском языке. Поэтому эти правила должны быть вам знакомы, я не думаю, что здесь будет для вас что-то новое и удивительное. Итак, я вам уже сказала, что если прилагательное заканчивается на y, то к нему добавляется суффикс er. Если оно при этом, обратите внимание, из двух слогов. Но так бывает далеко не всегда. Если у вас прилагательное двух слогов заканчивается на y, но при этом это не просто y, это часть словообразовательного суффикса li, то в современном английском языке, друзья мои, мы уже здесь второй суффикс не добавляем. Мы добавляем слово more, как, например, здесь. Слово slowly, видите, оно хоть и на y заканчивается, но y – это часть суффикса li. Поэтому, чтобы сказать более медленный, мы добавим слово more. More slowly – более медленный. Easily – легкий, легко, да? More easily – легче, более легкий. Seriously – серьезный. Здесь длинное слово из трех слогов. More seriously – более серьезно. Quietly – тихо, more quietly – тише. Здесь мы, конечно, видим, что мы уже говорим о наречиях. То есть с наречиями, так же, как и с прилагательными, работает абсолютно тот же самый принцип. Если можно что-то сравнить с помощью прилагательного или наречия, то мы это будем делать в английском языке. И как это сделать технически, вот вам правило, пожалуйста. Если у вас слово длинное, прилагательное, либо наречия, если оно состоит из двух, трех, четырех слогов, кроме оговоренного случая, то мы, конечно, будем всегда использовать дополнительное слово more, потому что в английском языке будет очень неудобно говорить длинное слово с дополнительным суффиксом и делать его еще длиннее. Вот послушайте. Возьмем слово serious. Если я скажу serious, это английский язык не принимает. Это звучит ужасно. Поэтому мы не будем удлинять и без того длинное, потому что мы знаем, что английский, он стремится к простоте, и слова его в основном короткие. То есть большая часть английских слов имеет не более четырех букв. Вот так-то, друзья мои. Поэтому мы говорим more serious. Возьмем слово often. Ну, хотелось бы сказать oftener, но английский язык так не делает. Мы скажем more often, более частый. Expensive. Видим длинное слово. Expensive. Три слога при произнесении. Поэтому мы говорим more expensive, более дорогое. Это слово мы уже видели в примере. Comfortable. Длинное слово more comfortable, более комфортный. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим много примеров, друзья мои. В первом столбце, в первой колонке, здесь мы будем использовать коротенькие прилагательные, и менять их будем с помощью суффикса er. Здесь мы видим длинные прилагательные, или те прилагательные, которые мы будем оставлять как есть, просто использовать их будем со словом more, которое будет указывать на сравнительную степень прилагательных. Смотрим. You're older than me. Ты старше, чем я. Older than me. Старше, чем я. Не просто взрослый old, а взрослее, старше, older. И видим слово than. You're more patient than me. Ты более терпеливый, чем я. Слово patient – это то слово, с которым мы образовываем сравнительную степень, благодаря дополнительному слову more. More patient – более терпеливый. Неудобно говорить patient в английском языке. Это уже даже как-то звучит и не по-английски. Поэтому не надо так делать. Следующая группа примеров. The exam was quite easy. Easier than I expected. Экзамен был довольно-таки легкий. Легче, чем я ожидал. Easier than. Легче, чем. Мы видим, мы снова сравниваем две альтернативы. Значит, экзамен был легкий, и против другой альтернативы. Я ожидал, что экзамен будет тяжелый. Здесь, конечно, альтернатива не так ярко выражена, как, например, в первом примере. Ты и я. Мы сравниваем двух людей. Ты и я. Тебя и меня. Здесь мы сравниваем степень тяжести экзамена. То есть, он был легкий. И сравниваем с более тяжелым вариантом, который я ожидал. Easier than I expected. Легче, чем я думал. The exam was quite difficult. More difficult than I expected. Экзамен был довольно тяжелый, тяжелее, чем я ожидал. Difficult – просто тяжелый. More difficult – более тяжелый. И дальше сравнение than I expected. Чем? И вторая альтернатива – я этого ожидал. Can you walk a bit faster? Ты можешь идти быстрее, пожалуйста? Faster – быстрее. То есть, здесь у нас что подразумевается? Что ты идешь медленно, а я хочу, чтобы ты сделал следующее, чтобы ты шел быстрее. Поэтому я об этом говорю с помощью сравнительного прилагательного. Can you walk faster? Ты можешь идти быстрее? A bit faster – чуть-чуть быстрее. Can you walk a bit more slowly? Ты можешь идти немножечко медленнее? Насчет слова slowly, кстати, я думаю, что вам может встретиться вариант slowly-er, то есть, без more, а с помощью суффикса. Дело в том, что раньше в английском языке суффикс применялся намного шире, чем сейчас. Сейчас правила мы с вами оговорили в предыдущем пункте. Поэтому старайтесь следовать современному правилу. Но если вам вдруг попадется вариант, например, slowly-er, не удивляйтесь, друзья. Такой вариант, в общем-то, до сих пор допустим, просто, скажем так, постепенно он выходит из обихода. Итак, ты можешь идти медленнее. То есть, первая альтернатива. Ты идешь быстро, и я тебя прошу перейти в другое состояние. Тебя прошу идти more slowly, медленнее, более медленно. I'd like to have a bigger car. Я бы хотела иметь большую машину. То есть, сейчас у меня есть какая-то машина, я хочу вторую, вторую альтернативу. Я хочу большую машину. A bigger car. То есть, альтернатива здесь подразумевается, она не указывается напрямую. I'd like to have a more reliable car. Я бы хотела иметь более надежную машину. То есть, у меня сейчас машина, значит, драндулет старый, да, я бы хотела иметь какую-то посовременнее, с хорошей системой безопасности. То есть, более надежную. More reliable car. Last night I went to bed earlier than usual. Прошлой ночью я пошла спать раньше, чем обычно. Раньше, чем earlier than. I don't play tennis much these days. I used to play more often. Я не играю в теннис сейчас много. Раньше я играла больше. I used to play more often. Больше или более часто, да, или чаще в русском языке. Здесь, конечно, непривычно то, что в английском может быть два слова, а в русском может быть одно. Или наоборот. В английском будет одно слово, в русском будет два. Просто надо, друзья мои, помнить, что у каждого языка есть свои особенности, и эти особенности должны отразиться в вашем грамотном переводе. Для этого, собственно говоря, мы и учим с вами английский язык и тайлы английского языка. И вот, кстати, здесь указано несколько слов, которые до сих пор используются в двух вариантах. То есть, можно сказать их с помощью суффикса er, а можно сказать с помощью слова more. Это касается, в частности, таких прилагательных, как clever умный. То есть, можно сказать cleverer или more clever. Я думаю, что всё-таки more narrow сейчас более приемлемый вариант, потому что narrower, вот я лично не могу сказать, что встречала это слово часто. А вот с more оно звучит и звучит частенько. Quiet. Quieter, тише, or more quiet, тише. Shallow, мелкий. Ну, мелкий имеется в виду, например, мелкая глубина какого-то водоёма. Да, слово само по себе довольно-таки редкое. И используется оно достаточно редко. И, да, вам могут встретиться варианты. И это логично, потому что слово, как видите, старое. Simple, простой. Вам может встретиться вариант simpler или more simple. Всё-таки склоняйтесь к варианту more simple, потому что simpler я лично не припомню, когда бы я такое слышала. Хотя more simple употребляется постоянно. Давайте посмотрим пример. It's too noisy here. Can we go somewhere quieter? Or can we go somewhere more quiet? Здесь слишком шумно. Мы можем пойти куда-то в более тихое место. В какое-то более тихое место. По-английски это может выражаться либо вариантом quieter, либо more quiet. А теперь, друзья мои, как водится, поговорим об исключениях. В английском языке не обошлось без исключений. Слава богу, их очень мало. Помимо тех, что мы оговорили в предыдущем пункте, есть несколько слов, которые существенно меняют свою форму. И некоторые даже не знают, что, например, слова good, well и bad это всё варианты одного и того же слова. Настолько сильно меняется форма слова. Итак, слово good – это хорошее. Слово well – это хорошо. Мы с вами разбирали уже эти формы. Мы уже знаем, что good и well – всё варианты одного слова. Но также есть ещё и форма better, которая переводится как лучшее. Как видите, она снова не похожа ни на good, ни на well, но в то же время better действительно по смыслу относится к слову good или к слову well. The garden looks better since you tidied it up. Сад стал выглядеть лучше с тех пор, как ты его убрал. Look better – выглядеть лучше. I know him well, probably better than anybody else knows him. Я знаю его довольно-таки хорошо. Наверное, лучше, чем любой, кто его знает. Я знаю его как? Хорошо. Know well. Well – это просто наречие, связанное с глаголом know. I know him better. Я знаю его лучше. Лучше, чем? Better than. И указываем вторую альтернативу. Better здесь переводится как лучшее. Теперь слово bad – плохой, badly – плохо. А вот сравнительная степень – это слово worse, которое переводится как хуже. How's your headache? Better? It's worse. Как твоя головная боль? Лучше? Нет. Хуже. It's worse. Это хуже. Worse в данном случае выступает грамматически, как прилагательное. He did very badly in the exam. Worse than expected. Он ужасно показал себя на экзамене хуже, чем ожидалось. Worse переводится как хуже. Также, друзья мои, мы чуть-чуть дальше будем с вами проходить и превосходную степень прилагательных. И вот все эти исключения, они, естественно, будут отражаться и в превосходной степени. Я вам просто наперед сразу скажу, что good – better. И третья форма – the best. Bad – worse. Третья форма – the worst. Far – further. The fastest. И слово far переводится как далеко. Further – это дальше. Хотя, может использоваться и вариант father. Самое главное, не забудьте здесь о букве r, чтобы это слово не превратилось в слово отец в английском языке. Произносятся, кстати, они одинаково. Итак, further, либо вариант father – это дальше чем. It's a long walk from here to the park. Further than I thought. Отсюда до парка идти очень далеко. Дальше чем я ожидал. Further than I expected. Дальше чем. То есть, видим, опять сравниваем две альтернативы. Дорога долгая, а я ожидал, что она не будет такой долгой. И мы их сравниваем с помощью слова further. Further, кстати, именно такой вариант, не further, может обозначать более или что-то дополнительное. Ну, имеется в виду какая-то дополнительная информация, более расширенный вариант информации. Например, let me know if you hear any further news. Сообщи мне, если ты услышишь дальнейшие новости. Further news, то есть больше новостей, новые новости, если можно так сказать. Эти слова, друзья мои, я вам предлагаю запомнить, а также о дополнительных способах. И популярных вариантов того, когда же используется сравнительная степень прилагательных, мы с вами поговорим в следующем уроке. Если этот урок вам понравился, друзья мои, обязательно нажмите кнопочку «Мне нравится». Делитесь этим уроком с друзьями-знакомыми. Я также приглашаю вас на сайт oktest.ru, где вы сможете прямо в режиме онлайн проверить, насколько хорошо вы закрепили материал. И, кстати, вы там сможете материал и закрепить. Давайте перейдем на этот сайт. Как видите, здесь у нас есть более тысячи английских упражнений по разным разделам Мёрфи. Также добавляем сейчас раздел Listening Skills, где вы сможете потренировать свое понимание английского на слух. Открываем юнит 105. Вот он находится в разделе English, Grammar and Use. Здесь у нас есть повторение. Все правила вы можете, если вы введете тетрадь, выписать их куда-нибудь себе. И, значит, смотрим задание 1. Что у нас здесь интересного? Надо выбрать правильную степень сравнения, правильную форму. It's too noisy here. Can we go somewhere quieter? Давайте проверим. Вариант правильный. Хотя мы, кстати, с вами знаем, что здесь доступен и второй вариант. More quiet. Я вас предупреждаю, друзья мои, что вы, опережая, вернее, ваши вопросы, иногда действительно может подойти несколько вариантов, друзья мои. Но в тестах можно вставить только один вариант. Поэтому, если не подходит один, попробуйте другой. Просто помните, что да, на одну и ту же ситуацию бывает в английском языке сразу несколько вариантов использования, в принципе, как и в русском языке. Ну что ж, а на этом, думаю, можно окончательно закончить наш урок. Всего вам самого лучшего. Успехов вам в изучении английского языка и до скорой встречи в новых уроках. Bye-bye.